Всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале. Сегодня с вами говорим про тромбы, тромбообразование на фоне стресса. Когда есть высокий уровень стресса, есть нагрузка на нервную систему. В этот момент сердце работает по-другому и, соответственно, вы можете испытывать стресс, страх и в этот момент могут образовываться тромбы. Симптомы напрямую зависят, где, в каком месте это. Судороги, напряжение в ногах, коленях, одышка, внезапное повышение или снижение кровяного давления, беспричинное повышение пульса, чрезмерное потоотделение. Это все влияет. Кожа может внезапно покраснеть или, наоборот, повледнеть. Что можно делать? Если нутриенты, которые вы будете учитывать, они могут повлиять. Во-первых, витамин Е, в частности, токатриенол, чеснок, кверцетин, куркума, каенский перец. Это влияет на тромбы. Все эти продукты – отличная профилактика образования тромбов. Поэтому включайте их в свой рацион и никогда не нервничайте попусту. Когда вы начинаете стрессовать, включается механизм задержки. У людей с диабетом риск возникновения тромбов повышен, потому что у них высокий уровень сахара в крови. У людей с инсулин-резистентностью также. Соответственно, вам нельзя нервничать вообще. Когда вы нервничаете, возникает проблема с всей вегетативной нервной системой. И это очень-очень важно. И это вам поможет справиться со стрессом. Пожалуйста, сделайте это, потому что в моей практике приходили люди с тромбами по причине, например, вот такая невесомая причина взаимоотношений с близкими. Дома было очень невыносимо. Человек постоянно на нервах. И из-за этого уровень стресса не снижался. Могу сказать, что если это не остановить, человек будет в этом состоянии находиться постоянно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, с кем вы находитесь, что вы делаете, как вы себя чувствуете и как вы функционируете. В моей группе ВКонтакте собраны биологически активные вещества, которые влияют на долголетие, здоровье. Там же собраны психосоматические истории, которые были во многих случаях. Чем я всегда пытаюсь отличиться от обычных психологов? Я рассматриваю историю комплексно. Нет такого, что человек пришел с диабетом и виновата семья. Виновата все. Нет такого, что человека, у которого тромбы, он, значит, живет любой жизнью и не думает о самореализации или визуализации о настоящем. То есть он завязан со своей психикой. Если не учитывать психику, то, соответственно, все добавочки, все эти метипюшечки, они не помогут. И также, если только упор делать на психологию, да, ты там, например, дома с близкими общаешься, общаешься там с другими, но не решаешь, соответственно, ты становишься узником окружения. Вот так. Напишите мне, что вы думаете, потому что тромбоз – это очень серьезная тема. У некоторых людей есть предрасположенность к этому. Вот, например, у меня. И нужно знать свои особенности.